ведьмы ведьмы сейчас произошла такая неприятная ситуация не но вы представляете другим моим подруг делать блогерами а потом одна бросает другая пожалуйста тоже бросает вырежешь вот как я предполагала на улице погода просто шик реально нет ветра прям так тепленько у нас градусов 16 наверное думаю может 18 но из-за того что нет ветра это такая благодать еще дождик прошел такой аромат примете деревьев хвои все подряд так что я очень даже оделась угадала погода всем чем сейчас произошла такая неприятная ситуация очень странная вот 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 и думаешь блин вот так вот подстраховываешь себя что на самом деле в жизни нормально люди как-то странно на это реагируют и еще обидчивые такие пошла в ювелирный нашла ювелирный бы я особо не искала там конечно ювелирных полно разных но первую который мне там посоветовали пошла вроде контора приличная все нормально я и хотела такую приличную контору потому что я собираюсь отдавать дорогостоящие очень дорогостоящие украшения на то чтобы его почистили там да как следует вот и соответственно это занимает не вот так что там раз они сделали там и отдали мне я посидела подождала да вот а так что остается украшение соответственно я ну переживаю и хотела бы чтобы в квитанции гривы даете квитанцию какую-то что вы там берете да мы пишем типа вес золота и все без золота они пишут я говорю ну помимо веса золота говорю тут ценно еще говорю сама марка говорю она очень дорогая и это мне бы хотелось чтобы вы указали все данные которые есть на цепочке да то есть что это проба ну пробу тоже они вроде указывают что это проба что вот все надписи которые на ней есть то есть чтобы вы мне отдали со всеми этими как минимум надписями да там хотя это тоже да получается не факт что мне там отдадут но все равно страшно но хотя бы минимально как-то так подстраховаться чтобы я пришла с квитанция на квитанции было написано чтобы мне не отдали просто цепочку какую-то до похожую к примеру да а то так получается очень сложно было бы доказать и мне кажется это хотя бы минимум которым я могла бы себя подстраховать отдавая дорогое украшение где стоимость что стоимость бренда намного превышает вес этой цепочки там и это ну как бы просто какая-то проба и веса но особо ничего не стоит да но здесь идет именно ценность именно бренда самого поэтому хотелось бы чтобы не ту же цепочку отдали вот и он такой мы так не делаем я говорю почему вы так не делаете напишите мне давая квитанцию просто напишите мне вот эти знаки как бы что вы мне тоже и что-то он залупился такой нет мы так не делаем и так не практикуем я говорю что вам мешают ничего не мешает просто мы так не делаем я говорю ну сделайте так для меня я же вам отдаю цепочку с этими надписями говорю пожалуйста напишите что вы у меня взяли цепочку с этими надписями я не знаю что за принцип у него был я же не просила даже его писать что оригинал у меня оригин я взял оригинал этой цепочки он это никак не проверит правильно такое откуда вы знаете что это оригинал игру в магазине брали оригинальном ну короче и он такое нет мы вам не будем делать эту цепочку я говорю почему потому что вот мы уже не будем нам делать я говорит вы на принцип пошли такой нет просто вы же на принцип но я уже согласилась и говорю ладно хорошо пишите как вы пишите думаю ладно что-то он обиделся расстроился какой-то парень чувствительный попался я говорю ну ладно хорошо просто такая думаю ладно доверюсь хотя на самом деле так делать нельзя его даже к лучшему что он отказался он говорит нет я не буду вам уже делать вы уже изначально ищите подвох я говорю да какой подвох я ищу на это же очень легко элементарно это же а если вы машину говорит отдаете на сервис откуда вы знаете что вам такую же вернуть я говорю ну блин отдаю на сервис машина ну к примеру там да на те же очень сложно найти такой уже машины очень быстро да а вот например для ювелира украшение какое-то сделать да там надпись какую-то мне кажется ну не так как бы не сложно не знаю но хрен его знает может быть он и прав в этом смысле но честно говоря мне украшение это очень как бы дорого так отдавать и чтобы мне вернули непонятно что вот я поэтому искала проверенных я не шла в какое-то дешевое место знаете за копейки чтобы мне все это сделали я готова заплатить только чтобы быть уверенной что мне вернут все то же самое у нас ростов кабина не то что ростов россия вообще тут как бы нужно бдить короче он не взял хочется сказать первонач не имеет права мне отказать услуги хотя может быть если бы я работала я бы если мне не понравился человек я взяла и тоже бы отказала в услуги да вот он обиделся он обиделся на принцип пошел и не взял украшения я как бы вышла спокойно хотя у него хотела много что сделать не только почистить это украшение там еще уменьшить там пару украшений в общем ну вот хрен бы с ним вообще не люблю мужиков и таких обидчивых непонятных как маленький мальчик стоял такой странно все мужик мужика даже даже сложно мужиком назвать когда такое поведение как мне кажется наоборот по-хорошему он должен был бы меня хотя бы как минимум убедить тогда что не волнуйтесь да конечно там мы даже если не практикуем и вот так не пишем он мог бы например привести примеры как почему он это не делает почему вот они не делают это может они чего-то боятся да тоже там какого-то обмана и так далее я человек достаточно гибкий я тоже могу войти где-то в положение что-то подумать интуицию свою включить да когда вот такой какой-то тупой принцип и и все и тебе просто отказывают в услуги просто потому что ты переживаешь что ты себя хочешь подстраховать но он как-то личностно воспринял все это что лично он хочет меня обмануть я пришла такая с тем что меня тут хотят обмануть напишите вообще бывали у вас такие истории и как вообще в это вы страхуете себя в таких вещах ну и когда я говорю о дорогом изделии о бренде да я не говорю об изделии которое стоит там сто-двести тысяч да это как бы сто-двести тысяч ничего страшного да у меня намного дороже украшение поэтому поэтому я переживаю и также у меня такой неприятный момент еще я чувствую что неужели так везде будет неужели у меня возьмут вот так вот дорогого украшения и просто напишут что у меня взяли там золото такой-то пробу такого-то веса это просто даже тупо если я нарвусь на каких-то непорядочных людей они просто мне могут херню какую-то дать и я же вообще не докажу что я им давала даже если ну просто другое украшение другое скажу это не моё как-то не ваши именно этого и давали понимаете и как я докажу никак мне кажется это нормально чтобы писать не только пробую веса еще написать все таки если написано там допустим sunlight то напишите sunlight если напиши там еще какие-то фирмы напишите что этой фирмы взяли там же написано на замочке в чем проблема написать все атрибуты которые на цепочке написан я не понимаю может я чё-то не понимаю идем в общем-то она легке в ТЦ горизонт наш красивый прекрасный ТЦ горизонт и пойдем через через этот через кофе серф-кафе люблю я сейчас возьму наверное на кокосовом молочке кофе хотя время ровно 3 мне надо быстрее взять уже чтобы мне в этом плохо не было и пробздимся по моим любимым магазинам кстати в горизонте есть одна линия такая где собраны практически все мои любимые магазины в котором я отдаю предпочтение так надо нам проскочить между грязными машинами так чтобы не испачкаться ну что пришли домой раздеваемся погуляли с Денечкой хорошо на площадке сейчас весь грязный блин День как всегда ой 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 все купаться короче идем это и готовить я сегодня буду что-то прикольненькое покажу так первым делом я пришла домой голодная конечно же себе сделаю бутерброды тосты вот вот такой вот филейный рулетик взяла такой веганес помидорчик нарежу я бы еще сюда яйцо бы бросила такая вот я голодная а потом хочу сделать макароны и я взяла индейку вот она у меня инди-лайт вот филе и вот сейчас вам покажу с каким соусом соус вот этот я давно уже брала кисло-сладкий соус с ананасами и перемешать все это с макарошками очень вкусно вот такие вкусные бутербродики у меня получились они нереально вкусные хрустящие я прям сейчас с ума сойду от вкуса ой мои хорошие деньку уложила пылесос мой робот помыл мне полы здесь все по пылесосе в зале убрал прихожую и детскую спальню оставила на завтрак что там денька спит чтобы там не шумела милка моя милка моя спит на батарее тебе че холодно рыба че холодно рыб смотрите ну это разве не вообще не не мега котяра ой ой какая сразу кусаться жопка вот и еще я проголодалась вот сейчас время девочки 12 часов без пяти 12 но я проголодалась и сейчас я решила приготовить как раз на завтра будут что-то кушать вот такие макароны брали мы их фикс прайсе вроде неплохие мэйден италия марка номер один в италии хотя не знаю мэйден италии или нет потом взяла сегодня вот indy light сколько мне здесь 500 грамм давно я думаю все и приготовлю сейчас порежу и легко вот так обжарю прям мелко порежу легко обжарю и будет вот этот соус у нас который вам показала я живу выставила а вот он вот он вот он будет соус я сейчас покажу как я это буду делать я налила водичку сейчас не закипит я отдельно сверю макарошки сначала здесь вот ставим водичку закипит сверю макарошки а сковородочки сделаю пока индейку соусом наливаем с вами маслица сейчас на чуть-чуть разогреется и поджариваем нашу индейку в кипящую водичку я налила немного масла посолила и лавровый лист так советовала мне татьяна пришел попробовать лавровый листик а так все остальное это делала и вот у меня быстро приготовляется индейка соус я еще добавила приправки но это уже на любителя уже так вкусно пахнет просто невозможно ну что мои хорошие вот и все готовы макарончики начиночка пожалуйста все положила так чтоб разложила чтоб быстрее остыла перекушу на ночь глядя как говорится вот и все как раз завтра мама приезжает будет чем ее кормить и дэнька любит у меня макароны я думаю что он даже попробует вот эту вот индейку поесть макароны ну что мои хорошие доброго дня и туалет открывается сам вообще заметила что можно вот так чуть-чуть сдалека снимать и будет норм туалет не видно только приноровиться с какого далека короче сегодня вот такой вот у меня образ я подбирала впервые решила одеть юбочку не знаю как я в ней буду ходить это не совсем комфортно для меня образ но он мне очень нравится эта юбка ботинки до носки натянула выше некуда но мне так нравится вот взяла футболку отдела это если будет жарко прям совсем знаете я ее сниму но вообще планирую ходить вот в кожанке если я куда-то пойду в заведение да если мы где-то будем сидеть вот а на улице вот пальто кожанка сверху мне от нравится опять моя любимая многослойка да вот сейчас выхожу меня много дел на документы там отправить туда-сюда не знаю пойду я сегодня в спа я взяла купальник с собой или пойду я сегодня в кино или может быть в караоке стане короче все спонтанно ничего не знаю сейчас пока дела надо сделать антенну забрать там заказала ее документы отправить нужно еще кое-какие там дела поделать и все и потом под вечер я буду свободна и буду уже решать что я буду делать любом случае просто оделась как на выходной день а может в театр куда-нибудь двину хрен его знает в общем непредсказуемо все но вот мой вид сегодня мама остается с денечкой день это он в моем телефоне сейчас я буду отбирать а денечка улыбается такой сейчас он будет не улыбаться мама заберет телефон в общем веду шапку обязательно возьму потому что там может быть ветер так ну что вышла я из дома созвонилась татьяной и такое ощущение у меня что сегодня будет и очередной мастер-класс как развлечь себя самостоятельно дело в том что сегодня все заведения у нас работают до 10 вот а дела у нас до вечера только вечером освободимся и наоборот бы нам где-то к 9 к 10 только выйти наверное до освобожденными от наших дел вот но я-то пораньше могу но таня чуть-чуть занята дольше вот и как бы я еще не практиковала тот момент чтобы сидеть где-то в заведении самостоятельно просто вот такая одна денюшенька кальяны запретили все работает до 10 караоги тоже работают до 10 все они практически битком заняты сегодня еще хэллоуин я так понимаю развлекательной программы взамен особо никакой нету клубы все закрыты как-то даже как-то исходить особо вроде как бы и некуда да вот но самом деле вкусно поесть можно где угодно но опять же до 10 поэтому поэтому сейчас я сделаю дела и буду думать таня скорее всего будет еще занята а я буду думать как бы до 10 часов себя развлечь так что оставайтесь со мной берите на заметку развлечения что мой хороший пришла к своим постоянным электриком которые заниматься всеми нашими машинами вообще очень хорошие добротные в общем взяла смотрите bosch сегодня забрала такая антенка не знаю надеюсь аккуратненько как-то на сейчас подвесит приехала спонтанно говорю надеюсь вы мне сейчас сделайте вроде бы сейчас освободиться и сделает и у меня неужели будет музыка поверить не могу в общем пока таня занята а кстати до столик столик я забронировала на вечер вот я забронировала его там в общем есть отдельно кальянная есть отдельно и кальян и караоке я короче забронировала туда где кальян и караоке там короче банкетный зал там полная посадка в общем выдрала нам столик один вот так что мы туда идем и вроде Таня готова, будет меня возить, будет слушать, как я пою. Я говорю, ну просто кайф потусоваться. Не знаю, может быть атмосфера Хэллоуина, и хочется потусить. Но какая-то у меня чуйка, что надо идти потусить. Я хоть буду знать, что так она разбирается, в принципе. И вот так вот добирается все. Мама, это ее машина, она, наверное, никогда не видела, как она разбирается. Хотя, может, видимо. Слушай, я что-то не понял. А что, я сам-то просто не вставила, что ли? Возможно, ее здесь и не было. Вот она. И что? Так она вставит и все. И зря я купила, да? Можно пойти вернуть? Наверное. Давайте попробуем. Наверное. Просто почему-то ее разбирали и не стали. Может быть, реально, слушайте. Слушай, если есть родная антенна, то зачем нам это делать? Конечно. Обалдеть. Посмотрим. Ё-моё! Не, ну вы представляете, други мои, оказывается, просто разобрали и посмотрели, что антенна там сзади просто не подключена. Она вырвана и не подключена. Он говорит, если родная антенна работает, зачем нам это вставлять? Я сейчас позвоню этому парню и скажу, можно ли это возврат сделать. Вы представляете? Мы все это время без вообще, без музыки. Я сама себе пою. Мама с этим мучается, этим видеоплеером. Когда у нас родная антенна, все прекрасно работает, все замечательно. Просто кто-то разбирал и не подключил. Какой-то неумеха. Золотые руки у мастера. Я же говорю, это... Приезжаю всегда сюда. Вы понимаете, что с машина, с музыкой это совершенно другая машина. Это другая атмосфера. Это радость и счастье. Мама, радуйся! Я счастлива. Так, ну что, заехала на Алмаз опять, вернула. Все, вернули мне денежку. Говорит, тоже такая история была, что у дяди, говорит, это тоже, говорит, пять лет без музыки ездил. Так а мы сколько, блин? Мы тоже лет пять, наверное, если не больше, ездим вот так без музыки, мучаясь. Ну, мама в основном, да, она вот это подзаряжает постоянно. Музыку вот это ж менять надо временно идти. Вот. А я так вообще села и в шоке без музыки, как будто просто, знаете, чисто транспорт, никакого удовольствия. Вот. А тут хоть музычка уже, и сторисы попрут теперь, так что подписывайтесь на мой инстаграм, там будут песни, танцы. Вот. Короче, я реально счастлива, и вообще этот день уже просто, просто это радио просто сделало мой день. Вот. Соответственно, меньше денег потратила, больше нам погулять денег останется. Вот. Хорошо. Так, что у нас по плану сейчас? Теперь я уже все сделала, все дела сделала. Время пять часов вечера. Еще до восьми тридцати есть как бы у меня время. Я думаю поехать, наверное, в торговый центр, кое-что там полазить, посмотреть и покушать там вкусненько. Ну что, мои зайки, мне несказанно повезло, я купила шапочку. Та-дам! Та-дам! Так, ну что, мои хорошие, я присела, я присела и заказала свои любимые крабовые котлетки с пюре с шичкой, апельсиновый сок двести миллиграмм. Сейчас поем и буду планировать, что делать дальше. Долго несли. Так, а сколько у нас время? Время 18.22, пол седьмого. Ну, кстати, не так много времени осталось. Сейчас пока поем, пока то-се. И, наверное, буду выдвигаться уже в сторону, в сторону Тани. Приятного аппетита! Так, еще решила взять десертик, потому что, ну, честно, я обожралась, но вот как-то вот, знаешь, завершение... Знаешь, я с тобой как с подругой, да? Знаете, завершение не вечера, а ужина, вот как-то, да? Без сладкого я что-то не представляю. Я, кстати, профитроль, по-моему, здесь не пробовала еще ни разу. Но выглядит аппетитненько. Вот захотела попробовать. Моего любимого, потому что манго, малина-манго, обалденный здесь десерт был, его нет, к сожалению. Ой, в общем, девочки, как я планировала, это для меня слишком большой кусок оказался. Ну, я попробовала с нотками апельсина еще. В принципе, неплохо, но я уже не могу. Съела только половину. Еще, кстати, одно сравнение с тем, что у машины появилась музыка. Я такое ощущение, что она со мной заговорила, до этого молчала. Хотела сказать мне много приятного, полоскать мои уши, повеселиться со мной, потанцевать вместе, да? У нас столько планов могло бы быть. Но она молчала и ничего мне не говорила. А сейчас у нее появился голос, и она, давай мне выдавать. Хочешь это, хочешь это, выбирай под свое настроение. Давай поедем, покайфуем. Вот такая у меня. Ой, мам, она, оказывается, у тебя такая говорушка вообще. Одно вот это вот только играет. Мелодии всяко разные, на любой вкус. Так что она живая, как живая. Так, купила я, наконец-таки, шапку эту. И, 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 и. Хочу сейчас поехать как раз-таки уже по дороге в Будыбар. Вот, по дороге. Заехать там, очки купить для компьютера. У меня вообще есть компьютерные очки? Я там брала на Алиэкспресс. Но вы сами знаете, да? Выбираешь, как бы, как оно у тебя там идет, не идет. В общем, какие-то классические оправы, классические это. А тут я специально буду знать, что это с антибликом, что это для компьютера. И возьму какие-нибудь легенькие, невесоменькие, чтобы мне было в них удобно работать. Таня говорит, что реально в них не устают глаза. Вот. И там, короче, вот продаются очки. И пойду куплю. Мы там примеряли, там большой выбор. Сейчас заеду. Ой, и дождь пошел. Вы представляете? А на самом деле, когда идет дождь, я считаю, в дорогу. В дорогу, да. Это очень-очень хорошо. Поэтому выезжаем. Дождь нам в дорогу. Отлично. Мы едем навстречу всему светлому. Сейчас бы, да, на самом деле не выезжать никуда, а пойти в кино по такой погоде. И засесть на 3 часа в какой-нибудь фильмец. Но у нас сегодня насыщенная программа. Петь. И так далее. Блин, представляете, перепутала торговые центры. Эти очки не здесь были. Обалдеть. А здесь есть, интересно? Это в другом. Точно. Приперлась. Сейчас узнаю, есть тут очки или нет. Самое интересное, кстати, еще, что как только я подъехала к ТЦ, дождь прекратился. Чтобы я спокойно вышла. Не знаю, может, сейчас опять начался. Ну что, крошки, картошки. Не купила я очки. Сами понимаете, в другой торговый центр заехала, да? Все, подъехала я к заведению, в которое мы пойдем. Таня сказала, будет только выдвигаться через 5-10 минут, еще и ехать 15 минут, где-то 10-15. Вот. А время уже как раз-таки бронь. Заходить надо. Поэтому я зайду одна. И, кстати, это к тому мастер-классу, как проводить время одной. На самом деле, мне даже хочется зайти сейчас одной, посидеть одной, чтобы почувствовать, а что, если я буду ходить одна, когда никто мне не составит компанию? Ну почему нет? Ну что это за в голове, да? Что вот обязательно с кем-то? С кем-то надо ходить в кино, с кем-то нужно ходить в ресторанах, сидеть там, да? Ну если никто не может, да, с тобой пойти. Вот когда будет со мной рядом любимка, мы будем вместе ходить везде, да? Но вот сейчас, получается, не всегда у меня получается. Но я хочу. Я хочу туда, хочу туда, хочу сюда. И вот в караоке одна я, по-моему, в жизни ни разу не ходила. Не припомню этого. И вот сейчас я зайду и посижу там минут 20 сама, посмотрю. Ну что, мои хорошие, Танюша, вот она, Танюша. Я ее дождалась, я посидела чуть-чуть одна, но и через полчаса где-то подтянулась Танюша. Как обычно, полчаса я ее ждала. В принципе, знаете, вот если бы она не приехала... Танюша Капуша. Танюша Капуша, Танюша Пиздуша, все на свете. Вообще, девчонки, трендит. Вот что она говорит, все слова делите на два. Что-то она где-то не договаривает, что-то где-то она там преувеличивает. В общем, да, что-то такая, вот такая. Я ее постоянно говорю, скажи правду. Она такая, не надо. Пусть будет интрига. Так что это, не доверяйте. Ну, так у кого шучусь, у кого учусь, детка? Я вообще, честно... Ну, интригантка, это у нас номер один. Я интригантка, да, могу. Я иногда просто приукрашиваю. Да. Такая форма выражения. Ну, короче, имейте в виду, зачастую монету-то не это. Не воспринимайте все. Вообще никому не надо доверять такое дело. Да. Короче, Танюша, смотрите, она вот у нас вся в Хэллоуин. Зашла просто. Я вот реально чувствую... Я не знаю, как Таня, смотря на меня, она, наверное, чувствует, как будто обычный будний день. Но я, смотря на нее, чувствую, что Хэллоуин. Со мной как будто ходит это. Я сегодня, между прочим, сняла видео. А, Таня, подождите. Таня сняла два видео. Сегодня на канал выложила. Выложила образы у нее там два. Кстати, один очень красивенький. Можно даже его и не обязательно на Хэллоуин. Он очень хорошо прям выглядел очень обалденный образом. Вот. А еще у нее две тысячи подписчиков на канале сегодня. Как раз таки, да. Поздравляю. Пока сидели. Она прям радовалась, прыгала в подпрыжечку. Вот. Каждая тысячу подписчиков считает. Поэтому обязательно поддерживайте ее, заходите, смотрите, пишите ей комментарии. Она все читает. Все там через себя пропускает. Короче, она прям вообще загналась. Я, девочки, потеряла аж подругу. Понимаете? Я сегодня на нее бурчу без вечера. Говорю вот так вот. Подруга делать блогерами. А потом одна бросает, а другая, пожалуйста, тоже бросает. Понимаете? Нет, нет, через выходные только со мной. Потому что она снимает. Вот целый день мы не вместе. Я работаю, да? Она работает, снимает. Извини, сама меня туда подтянула. А потом, ну да, а потом я жалуюсь, что это все. Таня, ты последняя. А у тебя нет золотой середины. Ты кто спрашиваешь? Ты сняла чего-нибудь? Ты сняла чего-нибудь? А теперь ты это не можешь за уши оторвать. Девочки, просто не надо вообще в жизни впадать в крайности. Не надо повторять за мной. Не надо снимать нон-стоп 24 на 7. Ну а если даже так снимаете, то выходные всегда нужно посвятить себе. Иначе вот, быстро выгоришь. Будешь так нон-стопом делать все, сутками, не будешь отдыхать, выгоришь. Скажешь, да пошло оно все. Это на самом деле тяжелый труд. Кто знает, тот поймет. Это только кажется, что видосики, что там делать? Села, потрещала. Да блин, глотка болит, переодевается, держать все в голове. Да ну, 24 на 7 просто ночами, ночами. Вон она думает ночами, что вам снять. И прет ее, прет, и она там не спит. Звонит мне ночью, во сколько, в 3 часа ночи. И говорит такая. Так и так, не говори все. Ну что ж ты все рассказываешь? Ну я не все, я вот кусочки, но говорит, что вот там произошла беда, понимаете? И начала переделывать до утрища все это дело. Да, косяк там в монтаже и так далее. Ну короче, в общем вот такие дела. Короче, а сейчас мы посидели в караоке, замечательно посидели. Не зря меня тянуло туда. Мы отлично посидели, я спела пару песен. Спела обалденно вообще, мне кажется, идеально. Я прям могла бы выступать. Ну вообще лучше всех. Выступать могла бы. Сегодня ты была нам бы вам. Ты всегда нам бы вам, но сегодня особенно нам бы вам. Потому что там вообще так ужасно. Я даже не сравниваю себя с другими, я всегда себя сравниваю сама с собой. То есть вот в прошлый раз мы были, там были косячные песни. А здесь две, но идеальные прям. Ну они такие простые, я их просто знаю от и до уже, да. И у меня прям вот, прям я чувствовала, как голос прям поставлен и все. И вот я пою идеально прям, мне кажется. Хотя со стороны бывает слушаешь и слышишь косяки. Бывает. Но не суть, я себя слушала и мне нравилось. Вот. Ну и Таня говорит, лучше всех спела. Короче, спели, попили, поели. В общем, все замечательно, классно. В общем, насыщенно, все прекрасно. И сейчас мы едем в кино. И так, чтобы завершить уже вечер, тоже хэллоуиновский, мы едем в кино под названием «Ведьмы». «Ведьмы». Я не знаю, страшно, не страшно. По рейтингам Таня посмотрела, вроде неплохой фильмец. И, в общем, завершится, заглянцуется замечательно наш день. Прекрасно, что Танюша составила мне все-таки компанию. Не пришлось вам сегодня давать второй мастер-класс, как провести вечер об одиночестве. Ну, завтра новый день, новые планы. В общем, в кино потом сходим. Да, тут же на 10 минут у меня уже влог, тут наговорила в машине. Короче, это, выйдем из кино, поделимся впечатлениями от фильма «Ведьмы». Ну, это, наверное, хэллоуин специально. Ну, да. Ты же девочка-война, ты подала, я тебя поймал. Слышишь, девочка-война. Да-да-да. Зацените, девчонки, платье Танюшина. Так, кроссовки не показывай. Хорошо. Пусть просто заценят. Дай посмотрю. Вот, угадайте, где купила, кто узнает бренд. И зацените платьице, как вам. Поезд, да, уже... Ну, поезд, да, это этот... Мэйден, поезд Мэйден. Мэйден, мэйден... Ну, вот такая. Ну, not name, not name. Ну, ладно, все, переодевайся, давай. Так. А-а-а! Сучка, пошла в воздух. Таня просто рассказывает, как она сегодня монтировала. Так, кроссовки не снимай. Да не видно их тут. Твою мать, что это такое, а? Таня меняет образ. Я замажу там кроссовки, вот так вот. Потом покажешь сама бабла. Да, да. Свои новые пизд... Я это, почему в камеру, в камеру включила, потому что Таня очень, очень эффектно рассказывала, как она монтировала видео, когда я сказала, что на 8.30 у нас стол. А она, короче, мне такая говорит. Так, вчера она говорит, завтра я поеду сама гулять, у меня будет день спа. Я такая, ну ладно, я планирую по-своему, я поеду на тренировочку. Туды-сюды, короче, мы каждая по-своему договорились, как будет проводить этот день сегодняшний день. А у меня свои планы. Я такая, думаю, сниму видео там, да, поеду в зал на тренировочку, все, как бы занимаюсь своими делами, так, все, в режиме light. Ну, она еще такая, там, ну, а я забыла. Короче, вырежешь. В общем, не все можно говорить, да, какие-то моменты. Да, ну, она такая мне потом говорит, ну, а как, давай погуляем, давай погуляем, такой день, такое настроение такое хорошее. Я говорю, да что там настроение, какой день, день дождливый, в самый раз вообще провести онлайн. Все закрыто, ничего не работает, короки народу полно. Вот, ну, ишь, то она, нет, я вот хочу, короче, я чувствую по голосу напряжение, да, она такая злая уже, все, у нее уже, если я сейчас откажу, она просто меня в список в этот черный закинет и клянет меня в этот день Хэллоуины, ну, думаю, отказываться нельзя, все, пойду, пойду, посижу, она там вырядилась, надо посмотреть, вот, все это как бы делать. Себя показать? Да, ну, думаю, ладно, я тоже сейчас снимаю, буду снимать себе образы, да, вот видосик, и тоже сейчас, может быть, я раскачаюсь, растормошу, настроение поймаю, поймаю эту волну, в общем, поймала волну, короче, и в итоге она мне такая звонит, говорит, я все узнала, столик забронировала на 8.30, офигеть, ну, я думала, ну, как бы, как полагается, пойдем там часов в 10, да, и с домом будем выходить, когда все закроется, и все, 8.30, 8.30, я в режиме turbo, давай вот так вот, все, короче, у меня вот все окошки, закладки открыты, я вот это закидываю, сняла, быстро монтирую в этом окне, в этом окне, я быстро смотрю уже, что у меня тут, надо поотвечать на комментарии, короче, думаю, в голове уже у меня прокручивается, что я надену, какой образ мне создать, ага, я придумала, пока загружается видео одно, монтируется, да, я такая быстренько надеваю колготки, думаю, о, класс, как хорошо, что они подошли с первого раза, это те самые колготки, которые я снимала, помните, подарки по 25 рублей, на море я покупала по 25 рублей, эти колготки 25 рублей, классные колготки, да, классные колготки, они реально такие, произвели впечатление, ну, короче, она с обознанием, но приехала, ночной Ростов, какая прелесть, временечко у нас сейчас 0.30 почти, после кино под утро придем домой, чую, кстати, в караоке меня узнали, слышишь? Тань, в караоке меня узнали, подошел парень, который сидел с двумя девочками, и говорит, извините, пожалуйста, а вот девочки мне сказали, что вы, типа, блогер, семейный, а это правда? Я говорю, ну да, только почему семейный? Не знаю, они сказали, вот семейный, я говорю, ну, у меня там влоги бьют, и он такой, а, ну, блогер, да, они, ну, типа, правильно, да, сказали, я говорю, да, правильно, так что, блин, везде нужно держать лицо. Ты уже снимаешь, да? Да. Ты хочешь, чтобы я свой обзыв поставила? Ну, написано же, ведьмы, ведьмы, ночной выпуск. 0.30, как бы для взрослых, да? Да, ну, мы сейчас думаем, такого, слоем эмоций, трешечка. Это триндец, хэллоуин, просто вот, вот, изговнять вообще, вот, как можно было, вот, весь день просто, ну, фильм для детей про машин, трех деток, и зацепленный. Фильм для детей, конкретно, вообще, причем для маленьких детей, мне кажется, это не будет интересно, даже более взрослых детей, говно, говно, просто, я сейчас, честно говоря, не могла поверить. Мы все ждали, все сдал, где-то, где-то, вот, 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 начинается так, да, раньше, с развязком. Мы ждем, там даже рейтинг, вроде, был какой-то 5,4, но «Энхэйтэбэй», «Энхэйтэбэй», «Энхэйтээй», «Энхэйтээй», «Энхэйтээй». Хорошая актриса, вот, ради нее только, знаешь, вот, я смотрела. Почему мы не посмотрели рейтинг? Ну, в итоге мы, мы не досмотрели, девочки, там фильм еще идет, мы ушли. Я говорю, слушай, я лучше посплю это время драгоценное, чем буду сидеть сейчас в ночи, и смотреть эту хрень полную, вообще. Просто испортили, испортили, ну, ничего, зато многие отдохнули, ну, один раз испугались, да? Да, да, у меня прям вообще током шибаннуло, не будем говорить, а, может быть, кто-то сейчас тоже, ну, там был, да, да, вот, такой момент, на самом деле, ну, да, не, было даже пару минут, когда ребенок, ребенок перевоплощался, мне так стало жалко, вообще, я прям… Не, мне там не было жалко, вот, когда этого мыша схватили. Пойдем, мы селфи делаем. Это, все, домой спать. Доброе утро, мои хорошие, сегодня день начался, воскресенье, следующий день, я приехала в салон XL, опачки, да, это у нас в Александровке находится здесь, предложили мне восстановить мои волосы, какая-то новая процедура, сейчас узнаем о ней, вот, и мне должны восстановить волосы, и еще мама сказала, что она сегодня хочет, чтобы уехала она, и поэтому я говорю, давай я поеду на волосы, быстро их восстановлю, они будут шикарные, и, так, ветер, надеюсь, вас не дует, и говорю это, поеду попарюсь, потому что мне прям надо, я уже какие выходные, не могу попариться, а мне прям надо, знаете, чтобы почувствовать, что из меня все соки выжили, и я такая, чтобы прям была, но потом я еще собираюсь малого взять и поехать за очками там антивликовыми, нашли местечко хорошее, там большой выбор очков, да, я говорила уже, вот, и короче, сейчас я иду восстанавливать волосы, покажу, какие волосики потом будут, сейчас они уже уставшие, несвежие, и как раз я подготавливала себя к этому дню, вот, погода пасмурная, я одета, вот, видите, вот так вот, кстати, брюки, которые давно не одевала, решила одеть, и они прям вот в точку, то ли я похудела, то ли, то ли что, то ли взгляд поменялся, ладно, идем. У нас тут, кстати, идут съемки параллельно, так что можете зайти в салон, потом я оставлю ссылку под видео и посмотреть результат до и после. Да, кстати, это девушка, которая делала мне в прошлый раз стрижку горячими ножницами, от которой я была в восторге. Продолжим. Девочки, вы видели, что они сделали с моими волосами? Боже, я такая счастливая, я так себе забыла вызвать аж, представляете, на радостях. Волосы привели мне в порядок, процедура просто нереально крутая, это, честно, это лучшая процедура, которую я пробовала когда-либо. Волосы просто наиживейшие, шикарные, и я вам даже так скажу, их даже трогать не надо, они на вид даже, ну, трогать, понятно, они крутые, на вид они просто идеальные. Она мне их только пока сушила, я уже увидела, что они совершенно другие. И да, цвет немножко так, знаете, поднялся, мне кажется, почистился. Короче, процедура шикарная. Идет сначала там шампунька, как следует они прочищают, как следует, это не такой шампунь, как, знаете, там этой глубокой очистки нет, это прям так, что такой конкретный мощный шампунь, а потом наносится основной состав. И вот я с ним сидела 20 минут, и он прям конкретно там заполняет все, и все, волосы уже совершенно другие. Короче, куча средств на всяких классных нанесли, волосы, блин, спасибо большое. Вот я в этот салон прихожу все время, и они мне вечно чудо на голове делают. Я сейчас чувствую просто человеком с нереально крутыми волосами. Вот. И это, кстати, вот тот мастер, которая стригла мне волосы горячими ножницами, вот. И я как раз и говорю, что я к ней скоро приду, сейчас они чуть-чуть отрастут, просто чтобы корешки не было у меня совсем, да. Вот, я приду к ним обязательно. Так, салон находится, кстати, в Александровке. Вот все, кто меня смотрит, здесь рядом Сельмаш, Александровка. Они раньше были на Сельмаше, два салона было. Сейчас закрылся на Сельмаше, и вот в Александровке, на конечной. Очень круто. Вот. И, а, вот, хотела сейчас сказать, кто любит достойный уход и любит пользоваться красками, вот это вот окрашивание, знаете, хорошего качества. Они работают на двух красочках. Это инсайт, уход и окрашивание. Инсайт – это итальянская краска, а ланза – это американская. Вот, сейчас мне делали вот этот уход, это вот ланза был, вот. И как раз его делают перед тем, как окрашивать волосы. То есть они как следует восстанавливаются, и даже окрашивание уже будет по-другому ложиться, да, потому что заполнены все вот эти недостающие элементы, и то есть пигменту этому будет за что хвататься, да, и будет и плотнее ложиться, и более там даже насыщенно. Мне кажется, и держаться будет дольше, да, именно после вот этой процедуры. Она делается перед тонировкой как раз-таки. Все, сейчас я вызываю такси, еду за машиной и париться. Нет, это точно я на радостях ушуршала, я даже забыла взять рюкзак. Я сейчас понимаю, я еще выхожу, только думаю, ничего не забыла, так все проверили, ничего не забыла, по карманам все на месте. Сам основной рюкзак, деньги, блин, все, документы, вся моя жизнь в рюкзаке оставила. Так, сейчас вызову такси, пока возвращаюсь. Все, мои хорошие, позвонила в хамамчик. Сегодня воскресенье, блин, 2500 стоит вход, мне всего на пару часов, вот, так что я сейчас быстренько попарюсь, и уже мама меня ждет, одену малого потом и гулять. Мне просто прям сейчас, знаете, кажется, что мне прям не хватает, вот я не могу. Вот у меня если чуйка работает, она мне говорит, что мне прям не хватает вот именно вот это в хамамчике. Это единственная баня, сауна, где мне прям по кайфу находиться, да, и я прям нахожусь, и у меня там все внутри сжимается, аж прям, знаете, как будто из меня выдавливаются соки, знаете, вот весь негатив уходит. Потом обливаясь холодной водой там же, у меня как будто, знаете, вот заново рождаешься ты. И вот именно хамамчик, обычно сухую, она не то делает. Я там прям долго могу в хамаме просидеть, прям пока у меня голова не закружится. Вот, поэтому я выйду, прям поделюсь ощущениями. Жалко волосики, конечно, но я сейчас делаю хвостик наверх, не буду их сильно закручивать там ни в какую дулю, а с хвостиком буду наверху. Вот, и поплаваю, и то еще, и прямо это, и что-нибудь съесть-то надо. Хотя мама наготовила и говорит, приезжай покушать. Ну, сейчас посмотрим как. Если я выдержу без еды, то я попарюсь и домой. А если я не выдержу, то пройдется там поесть. Ой, девочки, это было что-то с чем-то. Вот прям вот я вот-вот-вот-вот-вот I'm full, как говорится по-английски. Я полная, я наполненная вся. Не знаю, I'm full это я, я сытая. но переводится как, короче, вы поняли смысл я полная, мне нравится это, короче, я реально очень круто по ходила по всем саунам, в основном в хамаме я сначала выжала все соки, а потом уже там аромки, там траляляляля видимо здесь сделали перестановку, джакузи появилось, дождь херачит мы там все все селфятся, вообще все бурлит, все по кайфу, просто там лежать, смотреть на небо, просто по кайфу и реально я я взяла еще себе сертификаты на будущее они дешевле получаются вот, и, короче, взяла все надо ходить мне, вот стараться там каждые выходные не получается каждые выходные можно через выходные, сертификаты полгода действуют вот, обязательно, обязательно нужно ходить, потому что я чувствую, что я вот отдохнула и готова реально готова к следующему дню еще рабочему дню еще поела тольятели с креветками, блин, я там, по-моему, их ни разу просто не брала они настолько вкусные, мне кажется, я вкуснее не ела так вкусно, и такая порция хорошая я еще взяла десерт и, короче, десерт не доела но он тоже был вкусный и я, короче, вот так, и напилась этого морковного сока, и вот так вот просто потом пошла в арома чуть-чуть подышала арома, да, согрелась волосы, смотрите, я посушила волосы хорошие, реально обалденного качества но жалко, что у меня не было с собой расчески я что-то об этом не подумала ну, сейчас приду домой ну, волосы классные, я их прям вот чувствую они, так как у меня не было расчески я все разделяла руками и сами понимаете, я прочувствовала волосы как следует, какие они это бассейн у меня, да, там хлорка, вода и так далее вот, поэтому процедура безумно классная реально волосы-таки плотные все, едем домой начался дождь а я хотела малыша взять немножко с ним потусить и съездить за очками за этими уже в конце концов чтобы не откладывать это на потом о, и посылка мамина пришла сейчас я как-то поеду, девочки поеду, через почту ну и все, вот мы с Денькой всем привет привет мы с Денькой, короче, вот за очками выехали наконец-таки маму отвезли дождь фигачит в общем, очки и домой я еду всю дорогу, сдеваю просто представляете? Денька дрыхнет бабушка, что ты с ним делала? я думала, я сейчас его еще на батуты чтобы он там энергию повытряхал а он полдвятого уже спит как я его домой сейчас потащу ой ну это в принципе хорошо если я сейчас он пока дождя нет, надо идти домой а вот пока Денька взяла на ручки а он уже и проснулся сяди сюда, я тебе кроссовочки сниму да? или ты сам? ну давай, молодец все, сейчас сразу спать по этим ручке по-моему, с потики ну вот и все мы пришли легли сейчас с Денечкой играем у нас есть любимая игра любимое приложение он нажимает, а я играю там уровни разные нет, стой, стой, стой нажимай 2 2 второй день голубое голубое 2 да нажимай ага, и зеленую забрать внизу зеленую вот она нажимай ага продолжить вот сюда да в общем, сейчас поиграем потом спать укладываемся это наш ритуал вечерний это наш ритуал вечерний